Сегодня у нас 3 сентября. Это у нас лагерный пруд, там кто-то рыбачил. Эй! Вон машут. Запустили карпа, купили. Приехала скорченная, Алексей, он бывший потерявец, мой крестник. А вон видишь, где коров впереди их идет, они приворули назад. Вот этот лог как утюгом прошмыгали. И это сегодня опять там же. Каждый день, туда и сюда. А такие пастбища вокруг не гонят. Вот Анфиса гоняла одна. А там кто же стоит, это их женщин? Кто-то наблюдает или еще? А рыбачит или нет этот человек-то? А может и... Ну ладно. Я поехал на первый мостик и... Батюшка как раз говорил, у меня рыба сейчас с удочкой стоит. Мужчина. Мужчина, да. Это похоже на Алексея в белой. Батюшка там говорит, если совсем-то не падет вода, тут-то она не поднимется. Я говорю, камни убрать тогда. Да где уберешь, они вросли там, весной-то не выдолбишь. Я подумал, не убрать ли камни по сторонам, проход сделать воды. Пусть даже не... хотя бы метровый. В самом протоке где, на шлюзе. Как-то поехать и убрать. Батюшка сказал, я никогда стараюсь его слова не пропускать. За ними прозрительность. Я так в это верю. Он каждый раз говорит, как тихое веяние ветра. А я на это обращаю внимание. И там Бог. Вот что он говорил тут, где мы постарались сделать. А там, думаю, камни... Ну, взять с собой там монтировку или что, которые сильно так это... Выковырнуть. И в сторонку положить. Прям ту же, рядом. А когда вода сильно уже спадать будет, их обратно туда сбросить. Потому что мы не знаем уровень. Мы... Уровень, как узнавали? Я говорю, по бороде. Меня за руку держали на одной стороне дамба. А там Роман шел. Да и он шел-то еще не по уровню же воды-то. А я смотрел, где бороду видать его. У нас уровень-то такой необычный. Ну, пойдем узнаем. Посмотрим. Как там. Раз в воскресенье прокатиться нам можно. Расстояние субботнего пути. Вот, что наши ездили. Походили пуском. Вот, вот сюда. Сапоги. На свете. А чтобы там побудут церкви, в церковь побудут, в коршню. Там церковь была. Опять сапоги наденут и все. Оттуда идут. Говорят, дойдут. Ноги вымоют, обоются их. Мы смеялись. Я говорю, теперь-то я знаю наоборот. В храме надо быть босиком. А на улице ты как хочешь. Регламента нету. Вот здесь дерево перегородило. Лебеда толстая. И вырывать начали. Платину попорче. Что-то надо думать. Как? По платине-то пройти поверху. Ну, думаю, вырывать, если и будет, обколащу только ее хорошо. Надо как-то день посвечить, освободить эту трассу-то. Ни раза даже залиты не были. Может просто ее сбить и все? А? Скосить да и все ее. Там какая косить-то? Рубитая лопатой топором. Там в палец толщиной каждая. Никакой литовки не хватит. Нет. Взять пилу с собой, топор. От всего освободить. Найти, где нора была. Может быть, где-то свая забить. Мы вообще к нему не прикасались нынче. Даже не заходили ни разу. Это мы вот на этой дамбе. Это была та дорога до перестройки. В начале не дошли. В 1991 году уже строили ее. И вдруг кучу все бросили. И еще больше не было. Все. А нам она сгодилась. Мы по ней ездим. Из нее землю куда-то встали. Каждый год, ну так сказать, одно и то же. Но каждое утро мы говорим добрый день. Все одно и то же, одно и то же. Наши предки жили. Садили, ели, пили, умирали. Вопрос стоит, где они? Вещи зашли как. Сейчас напротив когда будем, я закричу их. И ты поможешь нам помашивать рукой. А вот тут антисты нету. Отсутствует. А я все напрашиваю на одобрительные отзывы или как. Я хвалю, как береги здорово. Вот мы едем, никому не мешаем. Никого нету. Я могу велосипед вот здесь оставить и уйти. Не потому, что люди такие честные. А их нету никого. Вот здесь мы напротив остановимся и помашем рукой. Перпендикулярно, она тут максимально близко. У меня будет линия. Кричить не будет. Вот такие. Ух! Ух! Эй! Кто это? Назовись, кто ты? Еще нету? Людмила Венчук вроде. Она говорит, отгадайте. Я думаю, здесь нас побудем. Проехать здесь, когда грамм. Время есть. Посудить. Сейчас они там же натаскиваются. А что весной будет тяжело и весной. Батюшка даже никто не вытащит их, не выдолбишь. Что он прав. А это без них пробоет. Ну, смотреть, если вода сильно-то идет, там их тогда и бросить можно рядом. А в камне она будет разбиваться, не так будет. Вот. Мы делаем это слепую. Уровня-то нету. Мы не знаем уровня воды. Может еще и не надо делать, а может надо. Вот. Вот. Мы смогли тоже перед пруд это сделать. Вот это все бы залило. Ну, я смотрела, что вот эти. Вот уровень берега соединить. Ну, что она там пробила она вот. Все реки знали это. И они сейчас воду скидывали сюда. Нам говорят, вот весь дьявол, он больно спросил. Это вот следы. Это выходит машина почти не ездила, если только от Игоря вслед. Мы еще вот это и хотели, чтобы вода текла и был проезд. А весной, говорит, она пройдет. Она у вас вот это туда и туда промоет. Да бог его знает. Я думаю, вот этот камень сбоку-то все-таки даст ей направление. Так размоет, как было раньше ямой. Нет, это не будет. Тут камень лежит, кирпич ниже. Где-то, может, маленько и прорвет, там засыпать можно. Видишь, как придумали. Вот давай весна. Весна. Мы приехали. А тут вода хлещет. Эх, на тот бы берег-то попасть. А попробуем. Так. Угу. Ой, вода-то почти до ног достает. Так. Вот. Вот. Фишки тут садились, вода течет. Вот. Вот я уже прошел, вот уже. А теперь дальше я иду. Как крепко-то все сделано. Вот и все. Нормально, абсолютно. Если вода даже где-то прорвет здесь. Камни, он есть. Можно бросить их, чтобы она по ним текла. Вот здесь даже и не видно, где. Размыть она не может. Потому что внизу, вот здесь сплошняком разбиты сваи. Свая. И они ушли под землю. То есть засыпали камнем. Землю, значит под камнем. Ну и здесь сваи вон какие. До каких пор. Совершенно нормально. Видишь как. Любимый мой российский флаг отобразился. Так. Съездим-ка туда. А что я буду тащить-то его? Пусть он меня тащит. А нет, кто-то был. Вон куда сплеснула грязь-то, смотри. И здесь тоже так. Прошел. Ну ты смотри, техника идет. Слава Христу.